Добровольная сертификация Какие нововведения нас ждут и что будет со знаком качества в новом 2020 году, об этом мы сегодня и поговорим, тем более, что у нас в гостях Ирина Тиларова. Ирина Тиларова окончила Ростовский государственный экономический университет. Окончила Ростовский государственный университет. С 2007 по 2011 работала на различных должностях в Министерстве экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области. С 2011 по 2015 замещала должность заместителя директора Департамента потребительского рынка Ростовской области. С 2015 года директор Департамента потребительского рынка Ростовской области. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в этом году знак качества «Сделано на Дону» вручали в новой форме. Была так называемая Донская ассамблея. Что это такое и почему формат изменился? На самом деле в рамках проекта «Сделано на Дону» мы всегда стараемся подойти нестандартно, организуя те или иные мероприятия, в том числе направленные на популяризацию системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Ну и, конечно, мы не могли обойти стороной итоговое мероприятие, которое мы проводим, в принципе, с 2013 года ежегодно, вот в разных форматах. И в 2019 году мы решили подойти нестандартно, вспомнив эпоху Петра и вспомнив, как проводились светские мероприятия. И, конечно, нас поддержали предпринимательское сообщество в такой идее, и мероприятие прошло в нестандартном зале, потому что это был кинотеатр, ну, может быть, где-то символично с годом театра. Было очень интересно, были представлены композиции в виде таких музейных экспонатов, но они были сделаны из продуктов «Сделано на Дону», из композиции, которые были сделаны руками Организации общественного питания, которые у нас стали участниками мероприятия. Но на самом деле наша задача, проводив такие мероприятия, не просто вручить знаки «Сделано на Дону», да, тем участникам, которые стали новыми, те, которые продлили свои сертификаты соответствия и подтвердили еще раз качество производимой продукции, но и собрать вот такой клуб по интересам, да, когда производители, организации общественного питания, мы на эту товарную ассамблею пригласили и потенциальных участников «Сделано на Дону», потому что… Это предприятия, которые в будущем могут стать, да, в следующем году? Да, планируют стать, могут стать, ну, либо наоборот, примут решение там не участвовать, например, в этом проекте, да, такие тоже пока есть, но наша задача как раз-таки популяризировать не просто проект ради проекта, а наша задача в рамках этого проекта стимулировать предприятия-производители, организации общественного питания, которые у нас сейчас являются участниками, производить высококачественные товары и оказывать высококачественные услуги для того, чтобы наш регион позиционировать не только в масштабах внутри нашего региона, но и далеко за пределами, причем мы себе ставим амбициозные цели не только Российскую Федерацию, но и все-таки горизонты других государств. С нашим знаком «Сделано на Дону», чтобы регион ассоциировался с высокоответственным бизнесом, где, куда действительно можно привлекать инвестиции, наращивать темпы экономического роста, потому что сегодня мы работаем над формированием бренда региона и посредством работы таких предприятий, участия в проекте предприятий не только производителей, но, как я уже сказала, предприятий сферы услуг. Мы в 2020 году планируем еще больше расширить зону сертификации, хотим привлечь туда возможность дополнительной сертификации, может быть, туристических услуг, может быть, логистических услуг, но на самом деле это не так просто, да, это же все-таки система добровольной сертификации, которая требует определенного порядка. Мы сейчас уже в 2019 году сделали серьезный задел в этой работе с органом по сертификации, который работает над этим вопросом, потому что формирование бренда региона невозможно без остальных сопутствующих, в первую очередь, наверное, сферы услуг все-таки. А вообще вот на данный момент сколько предприятий Ростовской области имеет сертификат, сделан на данную? Есть какая-то цифра? Да, конечно. Эта цифра сегодня составляет 55 предприятий и организаций, оказывающих услуги, вернее, 55 предприятий, 30 предприятий, оказывающих услуги. Это организация общественного питания. Больше 2,5 тысяч наименований товаров, которые сертифицированы в системе добровольной сертификации, сделанной на Дону. Порядка 3 тысяч организаций розничной торговли разных форматов. Это и сетевые компании, это магазины автономной розницы, это рынки, которые заключили с нами, с правительством региона, соглашение об использовании символики, сделанной на Дону, но при условии, естественно, реализации либо оказания услуг в системе добровольной сертификации, сделанной на Дону. И по сравнению с прошлым годом, вот 2019 год был очень продуктивным, то есть у нас почти в полтора раза увеличилось количество участников этого проекта. И в 2019 году были проведены очень такие серьезные, масштабные, по моему мнению, мероприятия по популяризации, используя, собственно, современные технологии продвижения, СММ, маркетинг. А все ли потребители знают о высоком качестве продукции, которая находится под брендом, сделанной на Дону? Ну, сейчас говорить, наверное, о том, что 100% жителей Ростовской области об этом знают, наверное, нет. Они, очень многие об этом слышали, но ассоциируют это с какой-то маркой качества пока, да, то есть у многих складывается пока впечатление, что это принадлежность по территориальному принципу, то есть вот мы проводим такие опросы независимые… Некачественная территориальность. Да, а именно привязка к территориальности. Мы все-таки доносим до нашего потребителя, что это именно качественный товар, это не просто территориальная принадлежность, потому что предприятию, чтобы получить этот знак, это определенный уровень доверия правительства региона, потому что этот проект реализуется под эгидой губернатора Ростовской области, Василия Юрьевича Голубева, и при содействии правительства, министерства, ведомств, по популяризации и продвижению этого проекта, как раз-таки именно в области качества. Потому что сегодня качество после цены, наверное, является одним из важных критериев при выборе товаров либо услуги. Ну а насколько я понимаю, что каждое предприятие, если оно желает, может продлить сертификат. Он выдается на один год. В этом году были внесены изменения в правила функционирования системы добровольной сертификации, сделанной на Дону. Если по результатам проведенной экспертизы экспертами будет признано, что действительно уровень производства, обеспечения всех технологических процессов на безупречном уровне, то предприятию может быть выдан сертификат на два года, первичный. Хотя до этого выдавался сертификат всего на один год. Но опять-таки это не просто выдан сертификат, и мы забыли об этом предприятии. Проводится еще инспекционный выборочный аудит этой продукции. Потому что одно дело, когда мы пришли на производство, провели исследование, подготовились к нашей встрече. Другое дело, когда он лежит на полке, потому что партии товаров разные. Но именно поэтому, например, какой-то производитель прошел эту систему добровольной сертификации, но он не получил на все позиции. То есть определенный вид товара производится по одной технологии. Один процесс производства, по другой – другая технология. И здесь у нас единицы предприятий-производителей, продукция которых 100% сертифицирована. То есть получается, что у одного производителя продукция может быть как со знаком качества, то есть часть продукции со знаком качества, часть без. А бывали ли случаи, что, допустим, вы выдавали первичный сертификат на один год. На следующий год либо само предприятие отказывалось от прохождения, либо вы по каким-то причинам не выдавали, но предписывали, что измените вот это, вот это, вот это выдадим. Или нет, у нас в этом плане все хорошо, все гладко и выдаем дальше. На самом деле не все предприятия получают и проходят сертификацию сделанную. Кто изъявляет желание, потому что по итогам первого инспекционного аудита многим предприятиям выдается такой документ под названием акт работ, который необходимо провести для того, чтобы повысить качество производимой продукции. И только при условии выполнения этих всех требований возможна повторная сертификация. И таких предприятий пока остается много, которые, получив этот акт, почитали, ну да, это дополнительные где-то финансовые затраты, где-то трудовые ресурсы, потому что специалистов должного уровня недостаточно для этого. И, кстати, именно по этой причине у многих вкладывается стереотип, что это очень дорого, что это невозможно пройти. Но если это высокоответственный бизнес, то ему действительно бояться нечего. Если у них все проведено по тем инструкциям, декларациям, о которых они заявляют, то здесь можно спокойно идти, получать этот знак, проходить систему добровольной сертификации. И, конечно, у нас были и предприятия, которые на начальном этапе не проходили ее и принимали решение дальнейших мер не предпринимать. Есть и предприятия, которые действительно корректируют, заявляют на прохождение повторной сертификации. Но в основном те участники, которые у нас были в первом, скажем так, на начальном этапе реализации проекта, они у нас по-прежнему сертифицируют, расширяют наименование товаров, которые подлежат сертификации, и, собственно, продолжают участвовать в этом проекте. Мы очень надеемся, конечно, что в этом году, количество, именно в 2020 году, количество таких предприятий у нас все-таки увеличится. А вообще, если мы говорим о тех предприятиях, которые существуют, и об увеличении этих предприятий, это дает какие-то бонусы дополнительным предприятиям, которые получают этот самый знак качества, помимо хорошей производительности, правильного производства, и, конечно, сертификата в магазине, что тебя выделяют. Что-то еще есть такое, какие-то плюсы? Вы знаете, здесь, наверное, в маржинальности любого бизнеса заложена очень большая, скажем так, составляющая, которую тратят предприятия на маркетинг, на продвижение, на обучение. И как раз-таки сегодня, наверное, ни один хозяйствующий субъект не поспорит со мной в том смысле, что, проводя аудит профессиональными экспертами предприятия, очень важно понимать, в правильном ли пути, на правильном ли пути предприятие, собственно, идет, двигается, и где его критические точки возможны, или уязвимые места, это есть у любого предприятия. И здесь очень важно, мы проводим, скажем, такой мозговой штурм с нашими участниками, «Сделано на Дону» в рамках стратегических сессий. Ирина, спасибо большое за то, что пришли к нам. Спасибо вам. В Ростовской области уже в течение последних шести лет действует система добровольной сертификации «Сделано на Дону», которая сегодня является гарантом качества товаров и услуг. Как сказал наш губернатор Василий Юрьевич Голубев, «Сделано на Дону» — это значит, сделано с любовью и с душой. С каждым днем у нас тема «Все более». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова